В январе 1943 года войска Юго-Западного, Южного и Закавказского фронтов перешли в наступление, целью которого было освобождение Ростова-на-Дону. Прорвав оборону противника на Верхнем Дону, советские части двинулись на юг, выходя в тыл фашистским армиям. Немцы начали отступление из района города Миллерово по железной дороге через поселок Донской, нынче хутор Красновка, Ростовской области. Гитлеровцы вокруг станции и поселка соорудили из соломы и снега высокий вал, облили его водой и на нем установили пулеметы, минометы и даже противотанковые пушки. Подходы к станции прикрывала батарея тяжелых гаубиц. Чтобы отрезать пути отступления фашистам, советское командование приказало командиру 44-й гвардейской стрелковой дивизии, гвардии генерал-майору Дмитрию Андреевичу Куприянову овладеть этим опорным железнодорожным узлом. В дивизии на тот момент после длительных боев и маршей в условиях снежной и морозной зимы был большой недокомплект личного состава и боевой техники. Склады и станции снабжения остались далеко в тылу, а подвоз боеприпасов и продовольствия был крайне затруднен. В полках насчитывалось лишь четверть положенного по штату личного состава. Особенно поредели стрелковые подразделения. В ротах оставалось по 25-30 бойцов. 15 января, не имея достоверных сведений о силах противника, красноармейцы перешли в наступление на Красновку. С минимальным количеством патронов по колено, а местами и по пояс в снегу, гвардейцы до самого вечера штурмовали станцию. Противник упорно оборонял рубеж, ввел оружейно-пулеметный огонь из дотов, арт-огонь из пушек и гаубиц. Гвардейцы залегали, откатывались назад и снова шли в наступление. В очередной раз поднять в атаку своих бойцов удалось командиру роты 130-го гвардейского стрелкового полка гвардии лейтенанту Ликунову Ивану Сергеевичу. Его солдаты окопались в полукилометре от вала и короткими перебежками смогли подобраться вплотную к ледяной крепости. Гвардейцы, втыкая штыки в лед и не обращая внимания на разрывы гранат, стали упорно карабкаться по скользкой поверхности. Наверху вала завязалась рукопашная схватка и солдаты Ликунова с большими потерями смогли одолеть противника. После 13 оставшихся в живых гвардейцев заняли оборону в трех хатах недалеко от места прорыва. Немцы, подведя резервы, окружили дома с гвардейцами. Несколько раз пехота противника пыталась яростно штурмовать красноармейцев, однако каждый раз их встречали огнем и эти атаки захлебывались. Бои за хаты продолжались до самого вечера. Неоднократно немцы предлагали храбрецам сдаться, но каждый раз получали твердый ответ, что гвардейцы не сдаются. Тогда фашисты подкатили тяжелый пулемет и открыли из него огонь по окнам. В домах появились раненые. Солдаты Ликунова залпами из своих винтовок смогли заставить пулемет замолчать, и немцы в ожидании ночи отступили. Однополчане не раз пытались прорваться на помощь горских храбрецов в Красновку, но губительный артиллерийский огонь врага преграждал им путь. В этот день силу Красной Армии взять хутор уже не было. Только к следующему вечеру, 17 января, 44-я гвардейская стрелковая дивизия смогла прорваться в поселок. И красноармейцам открылась ужасная картина вчерашней битвы. На краю хутора догорали три хаты. Вокруг них лежали убитыми около ста немецких солдат и офицеров, а также несколько гвардейцев у одного из домов, которые замерли в штыковой атаке. После пленные немцы рассказали, как они смогли победить гвардейцев. Под прикрытием темноты саперы смогли подобраться к хатам со стороны глухих стен, обложили их соломой и подожгли. Но из домов никто не вышел. Гвардейцы открыли огонь в темноту, а когда у них кончились патроны, то часть красноармейцев решила погибнуть в штыковой атаке. Они выскочили из дома с пристегнутыми к своим винтовкам штыками, но все полегли как один от немецких пуль. Другие же гвардейцы так и не вышли из домов, предпочтя смерть в огне фашистскому плену. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года за мужество и героизм, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, всем 13 гвардейцам посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Вечная им память гвардии лейтенантам Ивану Ликунову и Ивану Седову, гвардии сержантам Владимиру Васильеву, Николаю Севрякову, Тимираю Кубакаеву и Евгению Котову, гвардии красноармейцам Афанасию Курбаеву, Николаю Немировскому, Ивану Полухину, Константину Полякову, Николаю Сирину, Ивану Тарасенко и Зубаю Утягулову. В течение долгих лет подвиг гвардейцев находился в забвении, и только в результате поисковых работ в 1955 году в одном из захоронений обнаружили медальоны с фамилиями погибших воинов. 5 ноября 1957 года на перроне станции Красновка был установлен памятник – братская могила погибших воинов-освободителей. В 1968 году был построен музей и аллея героев, а в поселке Тарасовский 18 мая 1975 года состоялось открытие мемориала 13 героев. Продолжение следует...